Приветствую вас, сестры! Меня зовут Мария Олег Кунг, так как они уже объявлялись. С мужем Михаилом 11 октября мы будем праздновать 35-летие совместной жизни. Бог подарил нам трое сыновей и одну дочь. Также Он благословил нас тремя уникальными невестками и зятем. И также мы имеем теперь девять внуков. Я вижу Его благословение каждый день над моей семьей. Милость Его так велика. Только по Его благодати мы есть сегодня и также радуемся детьми, внуками. Пример для подражания послужила моя мать. Также и мать моего мужа, свекровь. Я очень люблю ее. Многому научила она меня в жизни. Она приняла меня как свою дочь. Я являюсь самой старшей невесткой в семье. Так как Валентина уже сказала, я часть ее семьи. Моя мама многому научила меня на практике, как быть мудрой женой, оказывая любовь нашему отцу, к нам детям и окружающим соседям. Она молилась непрестанно о моей старшей сестре, которая ушла в мир. Но по ее молитве Бог после ее смерти сделал чудеса, и она приняла Христа, как своего спасителя. Теперь служит Господу. Хочу сказать, что Бог делает чудеса, и вдохновляет нас, других матерей, потому что знаю, что очень много детей из верующей семьи ушли в мир. Не отпускайте руки. Бог слышит, просто Он имеет свое время, когда призовет ваших детей. Стучите в небо. Я часто просыпалась в молитве моей мамы. У нас не был большой дом, у нас не было, что каждый жил в своей комнате. Но часто просыпалась в молитве. Мама называла нас по имени. Это так вдохновляет теперь меня, потому что переживаю о своих детях, о своих внуках. Мы не знаем, что принесет следующий день. Мы не знаем, что выйдем на дороге этого города. Мы не знаем, что случится. Но если мы доверяем свою жизнь, своих детей в руки Божьей, мы знаем, что все, что случится, это Божья милость, это Божье руководство. Бог ведет нас. Также мама, будучи невесткой нашей бабушки, ухаживала за ней, оказывая любовь до самой смерти. И она ухаживала также и за своей мамой. И это мы видели, ее любовь, как она относилась как невесткой к своим мамам и также свекрови. Когда я выходила замуж, моя мама сказала, что, дорогая, с этого момента уже не должно быть моя мама и твоя мама. Это должны быть ваши, наши. Приучайся учить, говорить это слово «наши». Это твоя семья. И, знаете, это так мне помогло в жизни. Я извиняюсь. Что, имея одну дочь... Извиняюсь. Когда она выходила замуж, я так же сама ей сказала, что теперь это твоя мама. Чтоб ты не говорила «моя», «твоя», «а наши», «наши родители». Моя старшая невестка говорит «мама Мария» и «мама Алла». Своей мамой называет «мама Алла» и «мама Мария» меня. Так что вот это приближает нас к себе. Нету, чтобы не было различия. Другой пример в моей жизни является мама свекрови. Я, как говорила, что самая старшая из невесток. Мама является прекрасным примером для подражания, какое должна быть свекровь. Она ни в ком из нас не искала негатива. Она все время благословляла нас. Часто говорила «смотри, ты должна отдохнуть», когда вот дети маленькие были. И сестра моя говорила «иди ищи такую свекровь, что скажет, Май, поспи, отдохни». И вот это меня вдохновляло в том, что она ценит, когда она думает о моей здоровье, о моем состоянии. И спустя время, когда у нас родился второй сын, мы по состоянию семейной, мы решили перейти жить с родителями там в селе. Хотели теплицу там выращивать, поэтому нам пришлось туда переехать. И мы жили там целый год. Это было благословенное время. Я могла видеть, как она ведет себя с отцом, какое отношение к детям, какое отношение к нам, ко мне особенно. Это не могу говорить что-то негативное. Вы знаете, я часто посещала с ней больных села. Там особенно была двоюродная сестра, молодой. Болела раком, но она не познала Господа еще. И врачи ей сказали, осталось жить только один месяц. Мама брала меня с собой, оставляли с мужем детьми. И она говорила, какие места читать. Я и пела. И говорила ей, несколько раз мы ходили к ней, посещали. И через несколько времени она попросила пастора прийти, потому что хочет покаяться. Она приняла Христа, покаялась, потом ее муж покаялся. Вы знаете, Бог еще подарил три месяца жизни. И она славила Бога. И потом ушла к Господу. И это было такое для меня благословение, что я научилась у нее не только, как любить своих родных, но также, как возвещать людям, погибающим об Иисусе Христе. Вот это тоже послужило мне большое благословение. Я научилась у матери не только любить мужа, детей, невесток, зятя, но также любить и окружающих, оставить хороший след после себя. Даже с чужими поговорила. Говорит, мама так, когда расставалась с другими, она просила прощения, может, что-то она не так говорила, или что-то, вот. И потом благословляла. И это тоже мне послужило примером, как себя вести в жизни. Как вначале говорила, что Бог подарил нам три сына и дочь. Воспитывая их в Духе Евангелия, мы учили их, что очень важно правильный выбор сделать, потому что за все придется в жизни отвечать, и иногда последствия могут быть больными. Так что быть готовыми, если мы не будем правильные выборы сделать в жизни, то могут быть печальные последствия. И особенно я вот учила их такой стих, написанного в авторозаконе 30 главы, стихи 19 и 20 написано, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Избережь жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Люби Господа Бога твоего, слушал глаза Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Так мы старались, чтобы научить любить Господа и служить Ему в важности выбора в жизни, учить делать добра, любить трудиться и быть жертвенными. Это было нелегко. Часто по-разному случалось, и плакали вместе, и наказывала, любя. Уже будучи здесь, они взрослыми, я часто говорила, дети, так иногда смотрю назад и думаю, я, наверное, очень много вас наказывала. Потому что там, где мы жили, в Молдове, постоянно надо было и закрутки делать. Они все со мной работали, готовили, потому что мужу надо было где-то на заработки ехать по три месяца. Но Бог благословлял его. Старший сын говорит, «Мама, почему ты так часто говоришь об этом? Ты знаешь, ты не можешь себе представить, если бы ты не росла нас так, как ты росла, может быть, мы бы не были в живых, а может быть, мы бы не хотели друг друга видеть. Так что даже не говори об этом». И это мне тоже, как бы, послужило ободрение, что, как бы, они не имеют ко мне никакой претенции. Но благодарение Богу, что по его милости, теперь они, Бог открыл им сердце, и они приняли его как личного спасителя. Теперь они служат Господу вместе с ихними семьями. Это очень, это большое благословение для нас, как родители. Мне также нравится жить по принципу стиха из Евангелия Матвея, глава 12, написано, «И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Когда пришло время сыновьям выбирать спутницы жизни, мы молились о них. И Бог устроил их жизнь. За это я очень благодарна Богу. Ему вся слава принадлежит. Я еще раньше, когда они маленькие были, я молилась. Мы вместе с мужем часто молились о их будущем, чтобы они выросли, чтобы Бог сохранил для царства своего. и даже не хотела думать, чтобы искать кого-то, кто будет их спутницей. И мы с мужем говорили так, «Кого они выберут, те будут, мы просто должны молиться о них». И вы знаете, я это не жалею. Бог привел в нашу семью с разных народов. Я сама молдаванка с Молдовы. Имеем одну невестку с Молдовы. И зять, одна с Киргизии, и другая с Самары. Да, иногда нам нужно говорить по-английски, потому что зять немножко, как знает по-русски, говорит, но не так уверена. Но это благословление. Бог через свою кровь очистил нас. И вы знаете, мы не видим ни разной культуры между нами, ни разной национальности. Нету никакой, нету границ. В любви Божией нет границ. И это я очень, я очень благодарна Богу. Я очень люблю своих невесток и зятя, потому что Бог любит нас. И также молюсь о всех детях моих и внуков по имени. Я пропустила. Хочу сказать, что мама моего мужа, наша очень большая семья, нас 85 душ теперь с ней. Папа отошел в вечности пять лет назад. Но она о всех нас молится по имени, начиная со старшего и ее семьи, также до младшей. И это благословение. И теперь, будучи 85 лет, и звоним туда, в Молдове, и она постоянно спрашивает за каждого. И помнит их по имени. Уже в это время, что сейчас происходит, она может переспрашивать два-три раза одно и то же самое. Но то, что вложилось у нее в подсознание, молитва о каждом, почему-то она помнит имена и моих невесток, и моих внуков. Это очень вдохновляет. И этот пример я взяла для себя так же, что о всех их молюсь по имени. И вижу, Бог очень работает в нашей жизни. Я стараюсь, и так же с самого начала, когда первая невестка появилась в нашем доме, я старалась строить отношения, открываться и сказать, будь свободна. С каждым приходом нового человека в моей жизни это было для меня, чтобы видеть, что они свободны, могут идти к холодильнику, спросить, что у вас есть вкусненького для меня. Тогда я уже вижу, что нет границ, значит, она не боится меня, ей нравится моя пища, и значит, будет нравиться все. И, конечно, это нужно смотреть друг на друга через Иисуса Христа. Он нам больше простил, Он нам нас возлюбил, и мы, живя на этой земле, должны понять, это важно, чтобы мы проявляли в нашу жизнь. Если мы будем жить по этим принципом, это нам поможет, чтобы мы любили и отдали, так как отдали своих дочек, сыновей, женили за ними, приняли их, мы должны быть открытым сердцем и должны помнить одно, если мы будем как-то не открыты к ним, просто так, как говорится, лицемерно, оно чувствуется, поэтому очень важно быть открытыми. И Бог соделает больше, и нам, и мы будем в этом благословены, потому что, когда мир в доме, что больше мира, что больше мира стоит в жизни? Что, если у меня я приобрету весь мир, а душе своей повреду? У меня будет постоянно какое-то недовольствие, которое это ничего не даст, а мир превыше всего. Пусть у меня будут сухари и чистую воду, но я буду счастлива, что у меня есть мир со своими снохами, невестками, со своими детьми. И хочу сказать, что, когда слышишь, что моя свекровь не любит меня, даже к моим внукам относятся не так, как к другим, как к ее дочке. Вы знаете, это очень больно, это даже я не могу себе представить. Часто, так как у меня одна дочь, она имеет одну невестку, что постоянно она говорит, мам, ну скажите, ну кого больше любить? Правда, я ваша любимая невестка? А я им показываю вот так, пять пальцев. Вы знаете, они разные, но все болят, если порежу, любой. и вы знаете, дочка говорит, мам, таки меня не любишь больше? Говорю, Лидочка, даже и в подарках, и все, что я делаю, даже если может быть это, но я буду чистой совестью относиться, что эта дочь, что это сын, невестка, я должна быть откровенна к ним всем, и тогда будет легко, и это я стараюсь постоянно быть открыта с ними, очень переживала, как дочь моя будет себя вести с моими невестками, как невестки будут ее принимать, и я очень благодарна Богу, что они любят друг друга, раз в месяц они собираются только невестки, и дочки где-то идут вместе, проводят вместе время, стараюсь часто приглашать к себе в гости, теперь они приобрели каждый дом свой, и мы, мне уже легче, мы, они по очереди приглашают нас в гости, и это помогает нам строить отношения, стараюсь также, чтобы помогало им так, как могу, с четырьмя внуками я провожу домашнюю школу, они имеют обека криштин скул, это очень хорошая программа, если у кого есть возможности берите эту программу, вы не пожалеете для своих детей, и также с меньшими, если когда приходится, когда по возможности помогаю им каждому, иногда они друг другу уже помогают, оставляют друг у друга детей, это очень благословенное время, когда могу проводить место с детками, также хочу призывать каждой из нас, сестрички, я понимаю, мы разные, и даже если кажется, что ваши невестки нехорошие, она так себя ведет, покажите любовь, соберите горящий уголь, вы приобретете их для Господа, вы измените вашу семью в добрую сторону, да благословит нас всех Господь, аминь. Господь,